Партнеры проекта Первый городской дачник, сеть магазинов Светофор, база стройпилматериалов Доска Почета и гипермаркет Мегаспорт на Ленина 134. Всем привет! С вами четвертый предюбилейный сезон проекта Первый городской дачник. И я его ведущая Оля Бакина. Совсем скоро мы познакомимся с новыми участниками, теми самыми, которые будут бороться за главный приз августа. Деревянные лежаки. Но прежде нужно узнать, кто же стал главным садоводом июля. Поехали! В прошлом месяце нам пришло огромное количество заявок для участия. И для того, чтобы мы могли выбрать все-таки лучшего, нашей редакцией было сформировано независимое жюри, в состав которого вошли три человека. Так вот, вся эта потрясающая троица отсмотрела абсолютно каждое видео, которое вы нам прислали. И выбрали, по их мнению, лучших. Давайте посмотрим, как это было и узнаем, кто же стал победителем июля. И заберет себе каркасный бассейн. Привет, первые городские дачники! На связи Дмитрий Целищев. Я директор областного дворца молодежи. Рад приветствовать вас всех. Я второй раз в жюри. Очень внимательно посмотрел все 20 роликов. Некоторые даже пересматривал. Был приятно удивлен, что уровень вот самого видео растет. Оценивал всего по двум критериям. Первое, это просто нравится, не нравится. Второе, все-таки, насколько вы ответственно отнеслись, творчески отнеслись, креативно отнеслись к съемке и к монтажу этих видеороликов. В прошлый раз мое мнение с мнением жюри не совпало абсолютно. Посмотрим, что будет в этот раз, что будет сегодня. Итак, мое третье место. 24 дерева. Малиник, вообще настоящий сад. Дача сделана собственными руками, с любовью. Эстетично, здорово, культурно. Номер 5. Совинюк Наталья. Поздравляю вас. Третье место мое вам. Второе место. Верочка, Любаша, Казанова, еще какие-то имена. Я честно подумал, что дачники стали уже давать имена помидорам. И только потом, все-таки внимательнее посмотрев, я понял, что это сорта. Теплица, хлебница. В общем, Елена Гребенева и муж золотые руки. Номер 5. Вам огромный привет. Привет, респект. И мое второе место. Ну и первое место. Я говорил, что всегда за творчество. В этом ролике юмор цепляет ролик. Меня лично с первых секунд. Музыка, вообще пробежки эти по полю. Юмор. Я чувствовал, что прямо постарался. Постарался участник. Первое место в моем личном рейтинге. Не судите строго, но номер 11. Илья Переснев. Первое место. Такие результаты. До новых встреч. У меня все. Пока. Друзья, всем привет. Просмотрела все видео участников. Много улыбалась, смеялась, радовалась за людей, у которых есть такие классные дачи, где действительно можно отдыхать и сердцем, и душой. Выделю, наверное, несколько лидеров. По моим мнениям, мне безумно понравились видео с детьми. Это умиляет, сражает на повал. Но, наверное, я призовые места присужу следующим участникам. Второе место я отдаю Илье Пересневу за его динамичную песню, номер 11. Его подход креативный, артистичный, веселый, позитивный. Все. Я была сражена на повал. И сначала думала, что для меня победителем будет именно он. Но когда я просмотрела видео под номером 20 семьи и участницы, это, кажется, Татьяны, честно, да, пусть было снято не на такую профессиональную камеру, да, пусть, может быть, не так как-то ярко смонтировано, но на этом видео была семья, дружная, веселая, которая меня покорила сцена, где вы все вместе тянете арбуз, где даже собака участвует в процессе. То есть, мне кажется, дача, она такая должна быть, когда все вместе, и когда вся семья в сборе, вы отдыхаете, веселитесь, проводите время. Плюс это ваша круглая баня, вообще мечта каждого садовода, мне кажется. В общем-то, мое сердце и мой лидер, среди этих видео, номер 20, за ваш оптимизм и за вашу дружную, большую семью. Здравствуйте, меня зовут Артем Миронов, и я выбрал своего первого городского дачника, это однозначно для меня Илья Береснев. Это было весело и круто, жизнерадостно, то, чего сейчас у нас не хватает в этом мире, и поэтому Илья Береснев забирает бассейн. Ну что же, а мы поздравляем Илью Береснева с заслуженной победой. Илья, от души, поздравления вам и вашей семье. Каркасный бассейн действительно заслуженно ваш. Дорогие зрители, предлагаю еще разочек посмотреть на тот самый видео-шедевр, который принес Илье победу. Пестики, тычинки, лепестки, вот это все. Мне как родные клубни сажен, соросады, семена. Я каждый день готов их сеять, поливать, хоть до темна. Сорники, не по понятиям. Живу, вчера исчезнуть обещали, а сегодня тут как-то вот так. Гать, хватит, прощай, мой дорогой. Вы захватили мою глядку, а это разбой. Упс. В общем. Welcome to my club. Кстати, я по гороскопу, африканский бау-ба. Хочешь знать, в чем магия? Расскажу краткой. Вместо палочки волшебной я колдую тяпкой. Прорастает, про-прорастает, что не посажу все прорастает. Расцветает матушка природы, из каждого куска качает песня садовода. А мы с Челси напоминаем вам, что наш проект Первый городской дачник продлится аж до конца сентября. Поэтому даже не думайте убирать далеко ваши мобильные телефоны. Для того, чтобы стать участником, возьмите свой телефон, включите режим съемки, а потом, дорогие мои, переверните, пожалуйста, его вот так вот. Потому что именно таким образом картинка получается максимально классная. Ну а потом снимайте все, что есть вокруг вас. Мы уже очень ждем. Ну а сейчас мы готовы познакомиться с первой участницей августа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На календаре август. А август – это самое время сбора урожая. Между прочим, знали ли вы, что самый большой кабачок в мире вырастил австралиец с островов Норфолк? И вес этого кабачка, а не австралийца, составил 65 килограмм. Оглянитесь вокруг. Возможно, и ваше дачное угодье – это повод попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Приятного аппетита! Чудо природы или особый уход. Некоторые фермеры и сами не знают, как смогли вырастить такие большие и необычные овощи и фрукты из нашего топа. На первый взгляд может показаться, что это перчик чили, однако это лимон, который занимает пятое место в топе. В целом, среди лимонов часто встречаются странные формы, но желтый цвет и шершавая кожица всегда выдает его. Четвертое место занимает клубника из Японии весом 250 грамм. Сейчас это самый большой экземпляр в мире, который побил все рекорды. Гигантизм среди клубники – редкий феномен, так что неизвестно, когда появится новый претендент на звание «Самая большая клубника в мире». Огромная морковь весом 10 килограммов занимает третье место. Ее смог вырастить американец Кристофер. Созревала она два года. Везение или особый уход хозяин такой морковки скрывает. В конце лета начинается сезон арбузов. Именно им мы отдаем наше следующее место в топе. Американец Крис представил миру свое творение – арбуз весом почти в 159 килограмм. Обычный бухгалтер шел к этому три года. Надеемся, что и вы сможете найти у себя в огороде подобный арбуз. А сейчас вы узнаете первое место в нашем топе. Бельгийский фермер вырастил самую тяжелую тыкву весом 1190 килограмм. Достижение попало в книгу рекордов Гиннеса. Из такого творения точно получится карета для Золушки. Ну а мы с Рябушкой уверены, что следующий мировой рекорд по сбору урожая будет обязательно поставлен в Кировской области. Так вот, урожай собрали, нужно его и приготовить. Поможет нам в этом наш дачный повар Антон Данченко. Ну что, пойдем обедать. Снова привет, меня зовут Антон Данченко и сегодня мы с вами вновь будем готовить два легких летних вкусных блюда. Это будет вкусный торт, который является легким десертом, ну и конечно же освежающий коктейль арбузный. Будет он находиться в арбузе. Ну и поскольку готовлю я в последнее время постоянно и начал уже набирать вес, потому что ем я это все один, сегодня я буду с помощником. Помощник моего зовут Кирилл, Кирилл, привет. Наконец-то я поел. Я должен был позвать человека, который вместе со мной будет кушать. Ты к сладкому как относишься? Прекрасно. Мы сегодня готовим торт и арбузный лимонад. С чего начнем? Давай начнем с торта. Так, твоя задача нарезать персики и бананы, я займусь всем остальным. Я приготовил сегодня вот две таких вафельных основы. Она шоколадная и обычная. Будем их чередовать, чтобы торт получился вкуснее, да? Вау. Подожди, а ты что, не умеешь готовить? Я умею. Только мясо. Получается, в следующий раз ты готовишь мясной торт. А что у нас будет входить? Ну, горжи, понятно, да? Вафельные. Да. Начинка у нас будет из фруктов и... Там будет сгущенка и сметана. Дальше мы просто мешаем сметану со сгущенкой, и у нас получается уже замечательная заправка. Она, кстати, уже вкусная, я бы просто так поел. Настоящий шеф-повар должен сначала попробовать, перед тем, как отдавать на дегустацию своим близким и родным то, что он приготовил. Я смотрю, ты достаточно пробуешь. Смотри, сейчас все максимально просто. В хаотичном порядке в наш торт раскидываем бананы, чтобы торт получился еще вкуснее. Так. Вот первый корж ты промазываешь только с одной стороны, остальные ты промазываешь с двух сторон. Ну, хотя бы минимально. Финальным украшением торчика, конечно же, будет клубника. Красота. Смотрится вкусно? Вполне, я уже хочу попробовать. Но, пока что рано, потому что торт мы отправляем в холодильник, чтобы он дождался своей минуты и настоялся. Скажи, сколько надо будет настаиваться нашему тортику? Это зависит от чувства голода. Вот если ты очень голодный, ты можешь есть его сразу. Мы с тобой приступаем к приготовлению сегодняшнего лимонада. Это будет арбузный лимонад. Нам нужно сейчас с тобой отрезать вот эту верхнюю часть арбуза, достать оттуда мякоть, перемешать ее с лимоном и газированной водой и поместить все обратно. Объясняю, когда вокруг жара 40 градусов, ты поработал на грядках, что может освежить тебя лучше, чем арбуз? Ничего. Мы берем толкушку и просто внутри все перемешиваем и насыщаем наш лимонад арбузным вкусом. Ну что, вот такие вот два кулинарных творения у нас с тобой сегодня получились. Торт готов, лимонад тоже готов. На все про все у нас ушло буквально 15 минут, но и на подготовку что лимонада, что тортика ушло еще 15 минут в холодильнике. Всем желаем приятного аппетита. Кирилл Рибаконь. Антон Данченко. Пока-пока. Дорогие мои, чем больше необычных и интересных видео вы нам отправите, тем больше шансов забрать в конце месяца главный приз. Это два деревянных лежака. Вы знаете, наш проект в эфире уже четвертый месяц, а меня все еще часто спрашивают, что же снимать. И я вам отвечу точно так же, как и всегда. Абсолютно все, что вы видите вокруг. Возможно, это будет ваш любимый питомец. А может быть, речка у вашего дома или свежий урожай укропа. Дерзайте и снимайте все, что вашей душе угодно. Мы пошли пока погуляем и посмотрим рекламу, а вы берите в руки телефон и снимайте. Не ленитесь. Зеленый свет низким ценам. Совершайте выгодные покупки в магазинах «Светофор». Выбирайте свой из 19 магазинов по Кировской области. А также заказывайте доставку продуктов в интернет-магазине во Вконтакте. «Светофор» – место, где можно найти все. Приглашаются к сотрудничеству оптовики. Дачный сезон уже открыт, а это значит, что пора обновлять садовый инвентарь. В магазине «Хост-Сити» большой выбор товаров для сада и огорода. «Хост-Сити» Щорса 75В. Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева. А также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета – телефон 457010. Велосипедов много. Лучшие в мегаспорте. Рассрочка. А я напоминаю, что в эфире проект «Первый городской дачник». И здесь мы выбираем лучшего садовода «Август». Для того, чтобы подарить этому невероятному красавчику, ну или красавице, два деревянных лежака. Экватор. Передача уже позади, но впереди еще много всего интересного. Поэтому погнали! А знали вы вы, что по лунному календарю садовода в августе еще не время расслабляться? С 1 по 6 августа – это топовые даты для посадок. Например, можно высадить огурцы в теплицу, а в грядку можно еще посадить редиску, редьку и зелень. А также не забудьте рассадить клубнику. Поэтому закатываем рукава и работаем. Ну а для того, чтобы знать, что приготовили нам звезды, давайте посмотрим дачный гороскоп. Дачный гороскоп. Овны, звезды говорят, не важно, что растет у вас на грядке. Главное, чтобы в душе у вас росли розы, а вокруг них летали бабочки. Тельцы, взгляните на небо, посмотрите, как плывут облака. Уделите время себе, сбегите от повседневной суеты и воссоединитесь с природой. А лучше всего это сделать на даче. Близнецы, сегодня тот самый момент, чтобы пополнить ваш огород новыми полезными культурами и познакомиться с вашими новыми соседями. Раки, ваша стихия – вода. Поэтому после трудного рабочего дня обязательно устроите водные процедуры. Наполняйте бассейн и смело плескайтесь, сколько захотите. Львы, лето – это ваше время года. А какое лето без шашлыков? Собирайте друзей и сегодня же устраивайте гастрономический ужин в кругу близких на даче. Девам звезды говорят, хватит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Стоит задуматься о собственном комфорте. Поэтому уже сегодня выделяйте время и скорее отправляйтесь за шезлонгом. Загорать удобнее лежа. У весов, как всегда, большие планы на жизнь. А вот рыбалку вы почему-то не запланировали. Поэтому собирайте снасти, надувайте лодку и отправляйтесь в небольшое путешествие за своим белым китом. Скорпионы. Время попробовать что-нибудь новенькое и посадить в ваш огород необычное растение, от которого все соседи обзавидуются. Стрельцам не стоит обращать внимание на мелких вредителей. Пусть эти мелочи не отвлекают вас от поставленной цели. Идите к ней, несмотря ни на что. У козерогов дачный сезон продолжается, а это значит настало время, чтобы достроить свою любимую баню. Звезды говорят, у вас все получится. Водолеям время пожинать плоды. У вас все сделано. Огород посажен, забор покрашен. Поэтому садитесь в свое любимое кресло и наслаждайтесь прекрасным. Рыбы. Ваши пионы и гвоздики так же, как и вы, любят воду. Поэтому не забывайте регулярно поливать украшения вашего участка. Цветут они? Цветите и вы. Дачный гороскоп. А я тут сижу в засаде и жду ваших видеообзоров. Ну а вы пока познакомьтесь со следующей участницей. Натальей Гусевой. Начинаем знакомство с нашим садом. Вот наши туи-красавицы. Наш урожай. Все растет, все хорошо. Наша банька. Скважина. Там вот летний душ. Теплицы. Здесь у нас цветочки. Пруд. С водопадом. Это наша беседка, где мы собираемся по вечерам. Это наш аппаратик, где мы готовим мясо, рыбку, курочку. Тут казанчик. Цветочки еще. Рядом стоят прекрасные качели. Это наш дом-красавец. Место отдыха во время рабочего дня. Можно и пообедать. Это наши теплицы. Посмотрим, что у нас внутри. Вот наш огуречек. Прекрасно просто. Это наши помидорки. Вот общий план нашего сада. На этом всем спасибо. Всем до свидания. Ох, если бы вот к этим бы грабелькам, да моторчик в 4 лошадиные силы, ох, мы бы зажили. Но это я размечталась. А нужно работать. Так, собственно, и поступил наш специальный корреспондент Кирилл Рябаконь, который провел свое исследование и составил для вас топ дачных устройств, которые помогут держать ваш сад в полном порядке весь год. Сегодня мы с вами рассмотрим полезные предметы и инструменты для дачи и сада. И первым в нашем топе – это электрический инструмент для стрижки травы и кустарников. Чем же он хорош? Во-первых, он снимет нагрузку со спины и рук. Во-вторых, ускорит процесс стрижки газона и кустов. В-третьих, поможет осуществить все ваши дизайнерские идеи. Вторым на очереди идет надувной диван, который поможет расслабиться после продуктивного дня на огороде. Выдерживает до 200 килограмм, в сложенном виде войдет в небольшую сумку, весит всего 800 грамм, а в надутом состоянии на него поместится взрослый человек. Также отлично подойдет для походов на пляж. И завершающий полезный инструмент в нашем топе – это щетка для решетки и гриля. Чтобы процесс очистки решетки прошел не так утомительно и быстро, каждому дачнику необходима такая щетка, благодаря которой ваш гриль всегда останется как новым. Ну что, хорошие мои, на сегодня у нас все. А я напоминаю, что очень и очень жду видео от вас. Присылайте свои дачные видеообзоры нам в группу ВКонтакте. Новости Кирова, Первый городской канал. С вами была Оля Бакина и Первый городской дачник. Увидимся во вторник 2020 на Первом городском канале. Субтитры сделал DimaTorzok